Две недели назад в Молдове И с удовольствием, как обычно, я представляю Своих гостей Вот сегодня на фамилиях остановлюсь Очень мне нравится сегодня произнести ваши фамилии Демидетский Западинский Стахурский Все враги народа, да? Да, вот вы понимаете, почему я это сделала То есть я думаю, что один человек сейчас сидит перед экраном И думает вот как бы Осталось вести еще тройку судей на троих нас И к стенке, да? Вот, журналисты, да, представляющие свои СМИ Бюро ТАСС в Республике Молдова Коммерсант-Инфо-Портал Центр стратегических исследований реформ Господин Стахурский Вам здравствуйте Добрый вечер Ну, давайте начнем с приятного Я предлагаю начать с коньяка Да Да, вот давайте вспомним, как это было На прошлом эфире На эфире, который предшествовал выборам Вы прям как соведущий Сегодня попросим режиссера показать это видео Я думаю, что все-таки во втором туре победит Зеленский А все разговоры о том, кому он будет служить Это покажет время Мне кажется, может быть я ошибаюсь Я бутылку поставлю, если Зеленский победит Я тоже хотел бы такого, но я почему-то думаю Что все-таки Порошенко проведут Я с удовольствием вручаю бутылку Роберту Я очень рад, я об этом там сказал Роберт, это твой любимый коньяк, который ты пил Еще с молодостью Мы дело в том, что с Робертом друг друга знаем Страшно подумать, 36 лет Нам приятно, чтобы мы присутствовали при этом Да, мы посредники Нечто вроде того Хорошо Давайте теперь Может быть даже без споров А может и со спорами Можем продолжить Сейчас уже какие-то другие события обсуждать И спорить Ну конечно, вот о новой власти Первые вопросы Вы знаете, что меня поразило? Вот коллеги, вы видели Еще когда-нибудь так Чтобы все эти две недели Все знали, что им нужно делать Вот буквально Когда заходил в соцсети Когда общался с людьми И говорили Им надо сделать вот это Другое Да нет, не то Им нужно сделать другое Вот Как вы считаете Мало времени прошло Но власть выбрала Свои какие-то пути Свои какие-то варианты Вот она справляется? Валерий? Нашей власти не позавидуешь Ей досталась наследство Хорошо отлаженная машина От прежней власти Которые формировали Незаконными методами Если вы помните Такой знаменитый роман Эра милосердия Вайнера Знаменитый спор Жеглова и Шарапова Можно применять кистей В законных разборках Или нельзя? Можно закон прорщать в дубинку Или нельзя? Так вот До этого много лет Закон прорщали в дубинку А сейчас вот новая власть Она не имеет права Этого сделать Иначе она превратится В то же самое Что было до сих пор И людей просто не поверят Но мы знаем Что Кавалергарда Вет не долг Пройдет 2-3 месяца И люди Начнут спрашивать А что? А где? Понимаете? Эйфория Победа Над Над олигархией Над коррупцией И так далее Она быстро пройдет И потребует Конечно результатов Плюс У нас очень сложная Парламентская коалиция Это проявляется каждый день Из разнополисных Вот этот проклятый Геополитический виктор Не знаю кто его придумал бы Честно Вот этих людей Нужно расстрелять Которые нас разводят По баррикадам И заставляют идти И я вот сегодня Даже в социальных сетях Одного из этих Писунов Спросил Который там пишет Я говорю Тебе 1992 года мало? Вот эти гробу По обе стороны Днестра Ну куда вы тянете людей? Зачем вы их опять На баррикады зовете? Но к сожалению Вы знаете Это все дело проплачивается Мы знаем И вот сегодня Перед нашей властью Стоит три единые задачи Три задачи Во-первых Зачистка государственных структур Во-вторых СМИ Медийная зачистка И третье Это дать возможность Работать бизнесу Это кто сказал? Это вы так считаете? Я так считаю Да Понимаете Вот эти три задачи Нужно выполнить А времени у них На это дело Очень мало Это мало Что времени мало Да еще и мало специалистов Понимаете? Дело в том Что вот Прошлое правительство Оно было до того Уродливо Так сказать Сокращено Да? Делалось это Мы знаем Для чего Чтобы кто-то стал Премьер-министром И показать Вот от этого Сокращения министерств Понимаете? Получилось Какой-то Бардак Когда министерство Сельское хозяйство Соединили Ужа с ежом С экологией Да Давайте я Давайте Все Здравоохранение Не так подробно Да Понимаете? И вот Ясно Что правительство В таком составе Оно не функционально Вот и структура правительства И состав Мы видим Меняются уже министры Не успели две недели Как пройти Все То есть это навевает Конечно Такие Знаете Вот Как бы Нотки Тревоги Знаете Что вот Как бы у нас Не была Новая история С вот этой борьбой Знаменитой За власть Да Мы ее Наблюдаем Девять лет И очень хотелось бы Перейти к какому-то Нормальному Стабильному развитию А не заниматься Тем Вы шансы Уже нет На эти разборки Страна уже доведена До такой Точки Что Мы уже не можем Себе позволить Такую роскошь Спасибо Господин Стофорский Ну Я Нотку Позитива Если можно Да Потому что Сказал Валерий Значит Ну Есть такая Классическая Такой классический Подход К любой власти 100 дней Да Но Кроме этих 100 дней Они как раз В аккурат Будут На пороге Местных выборов Да Соответственно Ситуация Для них Такая Я бы сказал Очень сложная Да Еще и это Да Да Потому что С одной стороны Значит Позитивная В этой команде Безусловно Вот в экономическом Финансовом блоке Есть специалисты Профессионалы Действительно Очень много Зависит от того Как они Удержатся От того Втянут их В политику Или нет Потому что Любой профессионал Одним из его критериев Является То что он Может всегда Убрать Личное И какие-то Свои политические Либо иные Личные Пристрастия И заниматься Тем вопросом Знаете Как вот врач Задача врача Лечить пациента Независимо от того Это преступник Либо это Герой полицейский Или военный Его задача Спасти ему жизнь Вот Перед Экономистами И финансистами Которые сейчас Пришли во власть Стоит такая задача К сожалению Руководство Их На мой взгляд Этому не способствует Я это говорю Не на эмоциональном уровне Если проследить Например Несколько последних Интервью Которые давала Госпожа Санду Различные масс-медиа И был задан Например В одном из интервью Конкретный вопрос Вы говорили Что вы будете Заниматься экономикой Аполитичными Она сказала Да у нас В нашем Новом кабинете министра Всего два политика Это я И господин Настась То есть Это один вопрос Другой Какие интервью Она дает Последнее время На зарубежном Прозападном Ну вернее Не прозападном Американским Либо европейским СМИ Но она там Начинает говорить Вот мы знаем Все равно У русских Есть свои интересы Они не просто так Все это делают То есть вот В такие вот Литмотивы Они не приносят Ничего хорошего Тем более Что за этот промежуток Времени Из Москвы Не поступили Ни какие-то Ну как бы Это сказать Тревожные нотки Или сигналы Потому что Россия четко заявила Свою позицию Давайте ребята Мы вам поможем Разрулим эту ситуацию Но все равно Политика пока Она проскальзывает И вот В ближайшее Мне кажется Время Будет очень важно Когда начнется У нас по-моему 20 августа Начинается Вот эта уже Предвыборная Предвыборная Не было Чтобы четко Был курс Потому что Сегодня Было выступление Министра экономики Господина Брынзана Он говорил Очень грамотно Аргументирован О том Что необходимо Делать Он говорил Это как профессионал Мало того Он говорил О долгосрочной Политики То есть Это очень важно У нас как Одна власть приходит Значит Что-то построит Другая приходит Говорит Они неправильно построили Вот вам другие чинчижи Давайте мы это все разрушим Вот Даже стадионы Вот это все мы помним По мелочам Вот Затронули Ваши коллеги Геополитику Я честно говоря Не думала Что так С первого вопроса Но тем не менее Так ли уж Они правы Если мы Например с вами Господин Западинский Проанализируем Вот такое видео Например Мы видим Как в Москве В составе делегации Зинаиды Гречан И находится Господин Слусарь И находится Господин Попшой И они ведут Действительно Конструктивные Господин Антой И господин Антой Который Говорит Даже такую фразу Вбросил Что у него Особый теперь Интерес к российским Молдороссийским Отношениям Потому что Он собирается Там участвовать В каком-то Очередном соревновании Он же прыгает С парашютом Но суть не в этом Господин Настаса Голосующий в ПАСЭ За то Чтобы вернуть Россию Вы такое могли себе представить? То есть Несмотря на то Что есть какие-то Такие заявления О которых говорит Господин Стахурский В то же время Есть и такие факты Разве не так? Не говорит это О неком Все-таки балансе Я считаю Я считаю Что мы вступаем Совершенно в новую фазу Развития нашего государства И думаю Что Наверное Все-таки У многих страницах Мы начнем писать С чистого листа Нашей истории Почему? Потому что Вы правильно заметили То, что мы сегодня наблюдаем Еще вчера Мы это Представить себе не могли Да так И В связи с этим Хотел напомнить Знаменитый Советский лозунг Очень часто я ездил Помню, в Приднестровье В командировке Там в Бендерах Огромными буквами Было написано В единстве Наша сила Все этот лозунг видели Прямо при въезде В город Я считаю Что В этом Советском лозунге Как вам сказать Истинная Заложена Глубокая истина И сегодня Когда Меня приглашают Участвовать В таких Ток-шоу Я считаю Что Самая главная задача Тех Кто работает В медиапространстве Делать все возможное Чтобы объединить людей А не разъединить их И развести их По разные стороны Баррикад Вы правильно говорите Этот вектор Так называемый Геополитический Он постоянно Как его Дает о себе знать И мы должны Сделать все возможное Чтобы от этих векторов Уйти И наконец-то Заняться своей Собственной страной А не оглядываться Что говорят На Западе Что говорят В России Вы правильно Подметили и такую вещь Мне например Сколько наблюдаю Я не чувствую Чтобы Россия Пыталась В открытую Что-то Диктовать Нашей власти То же самое Могу сказать И про Евросоюз И про Соединенные Штаты У нас В последних Выпусках Нашего Портала Имели возможность Выступить Руководитель Миссии Евросоюза Господин Михалко Выступил Посол Польши Который является Гарантом Нашим Везде идет Разговор Что сделать Чтобы Молдова Вышла из этого Кризиса Это они думают Я думаю Что мы должны Мы должны В первую очередь Думать Что нам нужно Сделать Чтобы выйти Из этого Кризиса В котором Сегодня Находится Страна И для этого Есть сегодня Все предпосылки Чтобы действительно Начать Строительство Новой Молдовы Почему я говорю Новой Молдовы Потому что Все за это время Было Ну как вам сказать Нас разогнали Как говорят По национальным квартирам Нас разогнали По разным Другим вещам Мы должны Сегодня собраться И действительно Как говорят Молдавские селы Строят Когда общий дом Приходят все строить Вот так и мы должны Собраться И построить Свою Молдову Ну вот смотрите Валерия справедливо Заметила Что От этой власти Все ждут Каких-то Вот вы говорите Результатов И власть заявляет Что она готова Действовать только В рамках закона На самом деле Много раз Ведь они об этом говорили Мы не будем Уподобляться тем Кто был до нас Все строго Но У граждан Создается впечатление Что это как-то Очень долго И они задают Правильные вопросы Они говорят Ну а что с шором Произошло Почему так происходит Правильный вопрос Правильный Какие у нас есть уголовные дела На того самого Владимира Георгиевича Плохотнюка Говорят А вот уголовных дел Нет Потому что Прокуроры Там вот Объясняется все это А они думают Ну как же Надо же Как-то вроде И побыстрее Это правильная тактика Валерия Вы знаете Дело в том Что еще не завершена Чистка Сказать Авгиевых конюш Государственного аппарата Она только началась А Чистить А заниматься Вот этими делами Которые мы говорили При нынешнем аппарате Это что вы Прозываете Их самих Какое Унтер-офицерское Два Которое Сама собой высекла Я вам больше скажу Получилось так Судьями Конституционного Суда Называйте их Как хотите Допустим Я знаю о том Что вот Вчера был Высший совет безопасности Да Пригласили Действительно Власть не захотела Диктовать Правоохранителям Да И говорить Что вот Хватайте того Хватайте того Они пришли Сказали Вот есть заявление Да По контрабанде По делам По монополиям В госструктурах Так далее То есть мы знаем Мы не на планете же У нас маленькая страна Все друг друга учились Женились Гуляли на свадьбе Все великолепно знают До пятой запятой Кто где Сколько крадет И кто кому Мы все это прекрасно знаем Понимаете И конечно Это Оставить все как есть Не получится Если власть Оставить все как есть Она улетит Вслед за этой властью Потому что Эта власть Уже понимаете В чем проблема была Этой власти Которая Как бы сейчас уходит Да Еще не знаю Она совсем уйдет Но она уходит Она вдруг Решила Что все можно Понимаете Вот можно танцевать На голове у этих людей Можно их оборвать Можно Потом их можно Стравить друг на друга А потом еще потанцевать На голове Я помню Блестящее письмо Эдуарда Тополя Помнишь Роберт Когда в 2000 году Он написал Олигархам в России Да Он сказал Господа хорошие Вы ограбили этих людей Но вы еще захватили Телеканалы И решили танцевать У них на голове Запомните Это плохо кончится Он их предупреждал И где Гусинский Где Березовский Где вся эта семья боярщина Понимаете Понимаете Вот этого То же самое Примерно Происходит Дай бог у нас Понимаете Но тут есть еще Вот такая одна проблема Понимаете Вот что меня больше Что себя волнует Давайте тебе скажем честно Ведь у нас не было Народного гнева У нас не случился Майдан Слава богу Что не случился По сценарии Украинского У нас пришли Три игрока Главных в регионе У которых Сошлись на время Интерес Я скажу вам честно Господин Плохотнюк Надеялся Что американцы Его поддержат И тогда он действительно Как президент Как говорит президент Додон Он бы здесь всех порвал И всех бы посадил Понимаете И честное слово И все бы молчали Но американцам Просто Не в интересе Их было поддерживать Его Потому что они понимали Что это путь в тупик Это недосрочная перспектива Они его убрали Спасибо господину Хогану За это Огромное спасибо Но надеяться на то Что у них всегда Будут сходиться интересы И они всегда будут Играть вот в эту дуду Не надо Понимаете Вот правильно Роберт сказал Мы должны надеяться на себя Что мы всегда скажем Нашим внешним игрокам Что у нас Ребята у нас есть свой интерес Мы не хотим наступать На украинские грабли Мы не хотим наступать На другие грабли Ну вот они наступили Это их дело внутреннее Пусть делают Но мы-то уже Слава богу Понаступали У нас был 92-й год У нас были кризисы И так далее Пора умнеть Пора понимать Что этот дом Наша лодка В которой мы плывем Раскачаем Утонем все вместе Вот все-таки Я не помню Такого количества отставок Вот сколько лет Я в журналистике Сколько вот за эти две недели Каждый день Да Мы читаем Такое-то Сегодня по-моему Начальник таможенного департамента Последнее заявление Которое я читала Тоже подал в отставку Ну вот Из-за того Что остается Генеральный прокурор Тот самый Из-за того Что он затеял Такое Ну я не знаю Хочу подобрать слово Такое Необидное Ну как этот спор Выглядит Ну а женщина Это будет особо слышно Бывает Когда вот Мужчина нет чести Просто взять Сказать Знаете Честь имею И уйти Вот Понимаете И Имеет ли это все Смысл До тех пор Пока вот Во главе прокуратуры Остается этот человек Ведь нужно же По идее Чтобы как-то Процесс этот двигался Он не двигается Ну Очень важно Все-таки Это банальные вещи Да Но очень важно Из любых кризисов Извлекать уроки Вот Генеральная прокуратура Стала неким таким Монстром Да Как говорится Карающим мечом В интересах режима Да Так я фигурально выражу Еще со времен Той самой Охоты Помните Да Вот Центр по борьбе с коррупцией Если вспомнить В чьи времена Он был создан И для чего То есть вот Понимаете Когда мы не будем Копаться в своем прошлом И честно задавать себе вопросы А кто это все создавал И чья система была Ведь мы будем говорить про реформу Но те люди Которые сейчас приходят во власть И вникают в ситуацию То есть нельзя сказать Что через два дня Знаете у нас люди смотрят Телевизор Потом они смотрят в холодильник Да Но Но Пока они смотрят еще телевизор И слушают то что им говорят Но вот Эксперты Вот действительно Экономисты Финансисты Которые вот сейчас Новым Критца Аппарат пришли Они начинают осваиваться И понимают Какое наследие им досталось Не такое оно плохое Надо честно признать Потому что Они не нашли Коробки из-под скерса Когда зашли Значит там В министерство финансов В министерство экономики Они не стали спотыкаться Вокруг не стали на них валиться Я не знаю там Золотые унитазы не увидели Этого всего не было То есть Это надо признать Понимаете Очень важно Когда мы Мы имеем факты Для того чтобы кого-то Обвинять А когда это все Голословно Можно я свои 5 копеек Сейчас ставлю Что мы нашли Мы нашли Возможно Золотых унитазов Но сейчас Вот нет темы популярнее Чем зарплаты Некоторых чиновников Знаете Нужно ли при такой зарплате Ему унитаз в кабинете Золотой Может он дома Его себе установил Это уже детали Если она ему Официально платилась То надо Как говорится Обосновать Почему это было Надо Мы знали Что там По 150 тысяч Леи В других ведомствах Сутили заработные платы Мы знали Что те люди Которые вообще Не имеют отношения При этом Это уже отдельная Как бы тема Это тоже несет ответственность Я например Как говорится В очередной раз Опасаюсь того Что у нас Как говорится Один дракон улетел А вместо него Может вырасти Трехголовый Знаете Вот такой дракон Уже трое растут Нет Один дракон Но с тремя головами Потому что Смотрите Например Как говорится Я Симпатией отношусь К госпоже Санду Но У меня например Как у гражданина В первую очередь В этой стране Возникает вопрос А зачем например Сразу же заявлять о том Что при Премьер-министре Будет создано Специально Антикоррупционное Значит Ведомство Какое-то То есть Это значит На мой взгляд Это значит Смещение к себе Полномочий Потому что Я тем не доверяю Но давайте сначала Сделаем так Чтобы те институты Которые у нас есть Которые занимаются Значит Исполнительная власть И судебная Значит И вот эти вот Надзорная Как прокуратура Чтобы они работали В соответствии С буквой С докона Давайте проведем Люстрацию Наверное Давайте посмотрим Где какие люди Но это Это большая проблема Знаете Вот Недавно Господин Додон В одном из интервью Говорил Что Я знаю Что у господина Плохотнюка Любимое Значит Произведение Это Крестный отец А у меня Любимое произведение Из третьего мира В первый Основателя Современного Значит Сингапура Лик Ван Ю Так вот У Лик Ван Ю Много цитат Которые часто Используют Есть одна Которую вы пустите В социальных сетях Я хочу Не оцветать Я хочу сказать Что главное Чем они занимались Когда они стали бороться По настоящему коррупции Они жили в военном городке Под очень усиленной Охраной спецназа И со своими семьями Они встречались Буквально два раза в неделю На нейтральной территории Потому что Они стали бороться с коррупцией Вот то что Валерий говорит Эта власть пришла Им Эта власть им дана На блюде Это бумажные тигры Как у китайцев Такое выражение Бумажные тигры Они не заработали Вот эти вот медали На тяжелых соревнованиях В боях Ну так я фигурально выражусь Понимаете Это очень важно Они себя считают Чемпионами Но за них пришли И разогнали Как говорится Во дворе Вот эту вот Гоп-компанию Понимаете Другие большие дяди Понимаете Они при этом говорят Вы видите Что мы сделали То есть Если ты сам Не выстрадал победу Это Это не даст тебе Личной уверенности И в тебя не будут верить люди Это очень важный момент Хотя я немного Саше немножко возражу Риск В ночь с пятницей На субботу Был огромный Я скажу вам честно Я общался плотно С депутатами И социалистами И другими Вы знаете Ведь не было уверенности Что все Каждый из 61 депутатов Который до пришел Боссвета И так далее Проголосует За эту коалицию Там было Очень много кротов И они до сих пор есть И мы знаем их фамилии Посмотрите Кто голосовал Против Некоторых решений И вы сразу поймете Когда мне Один депутат Говорит Мы не успеем На пятерых поговорить А это уже появляется На определенных сайтах Про властных То понимаете Это был большой риск Потому что Было неизвестно Еще было Поддержит Приедет ли туда Вот когда я приехал Пришел туда Чтобы посмотреть Что там происходит И увидел Три машины С тремя флагами Но главное Что я увидел Американский флаг Понимаете Я понял Что да Вот у них Есть шанс Да какой-то Но окончательного Шанса не было Поэтому я бы не хотел Пронижать их действия Понимаете То есть да Они получили Согласен Саша Не было массовых волнений Народ не требовал И так далее Вот это у меня Волнует Что нет Гражданского давления На власть Понимаете Люди не говорят Черт возьми Нам это надоело Мы не хотим Больше уезжать Из страны Мы будем За вами следить Не будет результата Вы нам не рассказываете Сказки Про эту байду Геополитические цурки Понимаете Танки НАТО Танки Путина Танки еще Чьи-то и так далее Это уже не играет Понимаете И это должны понять Вот это ненормальный Из этих Наших СМИ Которые продолжают Все это Знаете Пускать под откос Поезда Смотреть же Было страшно Это невозможно Некоторые По-моему Политологи Сошли с ума Просто Может быть На самом деле Это не рассматривать Как упрек Что вот Им действительно На блюде Может быть Действительно Не на блюде Может быть Это как раз Хорошо Что вовремя Вмешались Международники И действительно Не случилось Я сейчас Не скажу Что могло Случиться В плане депутатов Я скажу То чего Боялись все Если придут Сторонники Старой власти Придут сторонники Новой власти Пролилась кровь Да И непременно Пролилась бы кровь Будет хорошо Что как раз Вмешались вовремя И этого не произошло Людмила Я Может быть Меня буквально Поняли Я к тому Что усилия Не были достаточны И очень важно Чтобы сейчас Настоящий На мой взгляд Героизм Вот я не побоюсь Этого высокопарного слова Героизм Проявит эта власть Если она сможет Закрыть вот эти Все схемы Реально закрыть И в них не участвовать А не сесть на них Не подсадить Своих людей На те Посты Где это происходит Потому что Как говорит Валерий Все прекрасно знают Теоретически Но почему-то Как говорится Где факты Понимаете А зачем Иногда выдавать то Что можно Как говорится Под себя подмять Вот это очень важный момент Я бы хотела чтобы Роберта Одно продолжать Насчет фактов Я знаю Вот мне сегодня Мы все В маленькой стране Женились Вот мне сегодня Позвонил сотрудник прокуратуры Мой приятель С которым Как бы мы хорошо дружим Он говорит Ты знаешь Никто не собирается Выполнять никаких указаний Новой власти Вся аппаратура Знаете Прокуратура чем занята Там есть такой аппарат Они бегают С одного кабинета В другой И режут бумаги Знаете Уничтожают Вот это вот Этот мужик Которого эта бумага Он 300 долларов стоит Давайте я Говорит Это самое Давайте я буду брать За аренду Понимаете Вот в чем проблема Это с тем вопросом По поводу генерального прокурора Я хотел поддержать Саша В том вопросе Что мужество Все таки Надо отдать должное Мужество у тех Кто сегодня пришел в власть Было Они что же держались До последнего И они Наверное Даже сами Не рассчитывали Что В зал Парламента Приедут Послы Трех великих держав И в конечном итоге На этом поставят точку Я вам скажу Что И в прошлый раз И сегодня Хочу повториться Я очень благодарен Руководителям Дипмиссии России Соединенных Штатов И Евросоюза Которые я считаю Вовремя вмешались И которые Приостановили Весь этот процесс Потому что Мы были свидетелями Мы находились в центре Когда проходили Апрельские события В 2009 году И мы видели С какой жестокостью И с какой ненавистью Какие бы Все ломали Крушили И так далее Мне бы не хотелось Чтобы это повторилось Чтобы это Просто Эта страница Осталась Той страницей А мы все-таки Открывали новую страницу А теперь Возвращаясь К значатому Нашему разговору Хочу сказать Что Мы внимательно Анализируем Те предложения Которые сегодня Поступают Как из Правящего Альянса Так и От людей Специалистов Которые Вроде бы Надходятся На схватке Вот мы сегодня Напечатали Большое интервью С господином Муравским Который говорит О том Что нужно В первую очередь Сделать новому правительству Должен сказать Мне очень понравилось Это интервью Потому что Оно носит Конструктивный характер И те темы Которые случайно Сейчас заделал Валерий Разъединение Ряда министерств Такие как Министерство Сельского хозяйства Окружающей среды Как Министерство Здравоохранения И социальной защиты Высказывалось Не знаю Знает ли Валерий Вы уже высказывались По этому поводу И говорили Что это Это глупость Причем он там Это выкладывает Не просто Как пожелание А он показывает Аргументировать Как противоречия Просто там скрестили Действительно Кое-где Ежа сужен Я хотел бы чтобы В конечном итоге Конечно Мы же долгие годы Жили в стране советов Как мы шутили Потому что все друг другу Давали советы Но я думаю Что в данном случае Наверное Наша власть Должна более внимательно Прислушиваться Голосам наших Трезвых Специалистов Политологов Тех Которые Работают на то Чтобы все-таки Наше государство Наконец-то состоялось А вот В плане денег Как должно поступать Наше государство Вот сейчас мы видим Что после того Как приступили К своим обязанностям Представители правительства Значит Что у нас Открывают Финансовые возможности Молдове О том что Возможно деньги Говорят представители ЕС Вот сейчас находится По-моему Миссия МВФ Еще не закончила Свой визит Тоже говорят Нам говорят Что вот реформируйте Свою юстицию И американцы Деньги вам дадим На строительство Дорог Вы знаете Когда вот все Со всех сторон Начали резко Предлагать деньги Я начал Сегодня продлен Беспошлиный режим России После визита Американцы Готовы Спасибо вам большое Возобновить Но это немножко Как к другому Я вот все-таки Миллионов И 200 миллионов Дает в конце года Вот скажите пожалуйста Вот с этими деньгами Что надо брать? Все зависит На каких условиях Знаете Когда мы приходим Когда мы приходим В банк Подписывать договор Что самые важные Детали Они очень мелким Шрифтом Написаны И там есть много Звездочек Безусловно У Молдовой Нету своих Финансовых ресурсов Для того Чтобы Ну если так Извиняюсь Разрулить Все наши трудности Да Но очень важно На каких условиях Эти средства Будут предоставляться Потому что Если мы потом Будем рассчитываться Как Кто будет отвечать За деньги Если бабушка умрет Как говорят А мы будем рассчитываться Внуки Бабушкины Давно посчитано Каждый сколько Не Ну Понимаете Это нормальное явление Когда любое государство Кредитуется Внешними Какими-то источниками Это нормальное явление Это не то что Вот смотрите Они сейчас На скобалу Здесь Просто вопрос На каких условиях Это будет сделано Это Это самый ключевой вопрос Это вопрос Как раз К экспертам Не к эмоциям Мы здесь можем Сколько угодно Говорить хорошо Это или нет Это вопрос К экспертам Есть еще один момент Я только добавлю Понимаете Дело в том что Кредиты берут Правительства А отдают их Из бюджета Граждане Вот мне очень хотелось бы Чтобы была гарантия Что если эти кредиты Пришли Они были целенаправленно Потрачены Именно на то На что нужно тратить На дороге На западе Более дешевые кредиты Чем у нас И наши банки Не справляется С этой функцией Чтобы финансировать Нашу экономику Дороги И так далее И так далее Но если мы Опять сделаем Таким образом Как делали Предыдущие правления Что правительство Будет брать кредиты Чиновники Будут рассовывать По карманам А население Будет убегать Из страны Чтобы заработать На то Чтобы отдавать Эти кредиты То это конечно Толку не будет Понимаете Никакого То есть за кредитами Уже должна быть Тоже опять же Какой-то контроль Понимаете Как он Тратится Мы сейчас говорим О технических делах Вы сейчас говорите Несколько Да Возможно Даже банальные вещи Потому что мы Все время говорим Потому что мы Все время говорим Как малегутцы Которые мы наблюдали Мы все время говорим Об этом От кредитов Вот я здесь Да Настаиваю На этом Мы же еще Надеемся Что в конечном итоге Те кто сегодня Пытается нас кредитовать И дать нам возможность Подняться Что какую-то часть кредита Они потом нам Просто спишут Вы вспомните Когда кончилась Вторая мировая война Сколько мы должны были Полинвизу Вот это опасно И сколько Не расслабляй Не расслабляй Не расслабляй Я говорю О кредите В данном случае А не войне И вот на этом фоне Я прошу прощения И вот на этом фоне Как раз очень хорошо Смотрится то О чем начал говорить Господин Демидетский Что смотрите Сегодня пришла новость Что россияне Продлили То есть Мне кажется Это удочка То что нам дали Не рыбу А удочку То есть они продлили Возможности нашей Беспошлиного ввоза Наших товаров Может быть действительно Как-то сосредоточиться Не на этом А пытаться Какие-то долгосрочные Вот какие-то Такие экономические Отношения Устанавливать И с Россией Вот как бы По крайней мере Об этом говорится Да может быть Не только с россиян Господин Западный Вы знаете Я работал на форуме Я работал на форуме Который был организован Президентом Игорем Николаевичем Додоном Российский форум Деловых людей И работал на форуме Деловых людей Из Соединенных Штатов Одна закономерность Которая мне Прозвучала и там И там Одна нота Нам очень нужно Чтобы в Молдове Наконец наступила стабильность И тогда действительно Сюда придет И экономика И финансы Если действительно То с чего мы Сегодня начинаем И мы добьемся этого Главное чтобы мы Как говорится Как сегодня написал Как сегодня нам В своем интервью заявил Всякая Быстрота нужна Приловле Бог Я думаю что Вот эти вот Сиюминутные Сегодня же Разобраться Вам виднее Господин Демидевский Да Сегодня Сразу разобраться Мы сразу не сможем Потому что Те Проблемы Которые накопились И те вопросы Которые надо решать Они требуют Глубокого осмысления И раз Те кто пришел Во власть Говорит что он будет действовать Только в рамках закона То в рамках закона Должна Вот эта Как говорится Вещь Соблюдаться строго Чтобы действительно Под молотилку Не попали люди Которые Ни в чем не виноваты Вот хочу поговорить По поводу Некого Я не знаю Может это Не нужно называть Карт-бланш Но очевидно Сейчас есть расположение Ведущих мировых игроков К республике К новой власти Республики Молдова Как вы полагаете Это распространяется Вот этот консенсус Который мы наблюдали На преднестровское урегулирование И если да То в чем конкретно Господин Господинский После визита Господина Казака Стали появляться Очень интересные вопросы То чего не было раньше Вы знаете Честно говоря Этими вопросами Занимаюсь очень давно Есть у меня две папочки Которые я так бережно Храню у себя Это 75 договоров Которые подписала Молдова с Приднестровью И если их проанализировать То мы будем очень удивлены Потому что за эти годы Очень многое так и осталось На бумаге И второе Это тот же Тот самый меморандум Который называют Меморандумом Козака Где в конечном итоге Если его открыть Посмотреть То под многими Почти все статьи Подписаны То есть То что оспаривал Когда в свое время Господин Воронин Мы взяли в своей газете Просто опубликовали Чтобы видели Что подпись его Под этими пунктами есть Вообще Это очень интересный документ Я его впервые видел Там подписи Переговорящих сторон Под каждым абзацем Вот Под каждым абзацем Не в конце Не в начале Не внизу страницы А под каждым абзацем Поэтому Если он расписался То он точно знал За что он расписался И очень жалко Что все эти годы Мы потратили на то Что мы пытаемся договориться Даже сегодня Те вопросы Которые решаются Вы знаете Мы когда стали анализировать Получается Очень интересная вещь Вот простой пример Приняли решение По нейтральным номерам Но для того Чтобы получить нейтральный номер На машину У тебя должны быть Молдавские права А чтобы получить Молдавские права Значит ты должен быть Гражданином Молдовы Правильно говорю? Да Значит уже не каждый Может эти нейтральные номера Получить И так по многим вопросам Дело в том Что каждый раз Из той и из другой страны Когда основополагающий документ Подписан Возникают вот такие Ну как говорится Закорючки Которые не дают Этому Этой идеи Я понимаю вас Но тем не менее Вы же всегда говорили Тем не менее могу сказать Что Как его Сегодня ситуация Очень сложная И опять же Где-то мы надеемся Что наши внешние партнеры По развитию В конечном итоге Эту ситуацию Дорешают Все разговоры сегодня О федерализации О как его Их вообще смешно слушать По одной простой причине Что такое Соединенные Штаты? Что такое сегодня Россия? Что сегодня Вот мы очень любим Ссылаться в Молдове Что в Швейцарии Я не раз там бывал В ФРГ Мы все время ссылаемся На опыт Швейцарии Но мы забываем о том Что за эти годы Швейцария выстроила Удивительную систему Государственного управления Поэтому у них может быть Девять министров Ведь нынешний состав Сделан под шаблон Швейцарии Вот мы говорим И поэтому Вот такая вот ситуация Очень грустна Очень грустно Что мы не можем В конечном итоге Договориться И жить в единой стране Я считаю Что Любая договоренность Дающая возможность Снять эту проблему Федерация Конфедерация Она должна состояться И мы должны жить В единой стране Господин Демдетский Все время говорили Что ключ решения Приднестровской проблемы Находится в Москве Вот сейчас Господин Казак Поехал в Приднестровье Если ключ действительно В Москве То может у нас есть надежда На какие-то подвижки Россия может оказать помощь Конечно роль России Большая Она может действительно Помочь Приднестровскому регулированию Но мы должны быть К этому готовы И к консенсусу Если он состоится Согласию России И больших игроков Дело в том Что вот То что говорили Мои коллеги О федерализации Да Вот у нас сейчас Несколько каналов Усиленно пугает людей Федерализацию Уже дети Начали ее бояться Да Ну бред рассчитан На сумасшедших людей Да Вот Что у нас есть герой Который остановил федерализацию Да И вот надо этого героя Вернуть в страну Наверное Да Чтобы он продолжил Все это делать При этом ответа этого героя Что он думает По поводу федерализации Вы заметили Я так и не услышали Вы знаете Дело в том Что этот бред рассчитан На людей Которые абсолютно Ничем не интересуются Не читают И не понимают Дело в том Что федерализацию Продолжили Еще в 2001 году ОБСЕ Которой главенствовали Американцы И посол туда еще помнишь Да Памела Она поддерживала это И даже на союз писателей Написал о том Что Дескать Вот Американцы замучили индейцев Да И нам предлагают федерализацию Это уровень наших писателей Вот Было такое тоже Понимаете Дело в том Что Роберт правильно заметил А в Террасполе И на конфедерацию не согласны Да У них там референдум был И так далее Если мы Почему Вот у нас всегда происходит Одна такая вещь Как только приходит к власти Какой-нибудь человек В Молдове Который налаживает Хорошее отношение С Россией Он становится В персоной В Террасполе Понимаете Потому что Понравилось Политикам С левого и правого берега Нравится разводить Больших игроков Понимаете Танки НАТО Танки Путина Те на газе жируют Эти на кредитах И всем хорошо Но А мы такие умные Будем поочередно То с одними То с другими Как один товарищ Доигрался Да А подходит момент Когда этим товарищам Надоело Тратить большие деньги На эти игры Понимаете Уже все После того Последних изменений И на Украине И в других местах То есть Наступил момент Когда они говорят Все Ребята Хватит Мы больше на это Платить деньги Скорее всего Не будем И вот если Не договорятся Вот и не знаю Что мы будем делать Понимаете Потому что Мы очевидно знаем Что у нас Решение Приднестровской проблемы Не хотят Те политики Которые не хотят Видеть Молдову В будущем Страной Да Вот как бы Те кто хотят Разбить ее Между Румынией И Приднестровья Отбросить Ну давайте вспомните Решение Знаменитого Сватлунцерия 2 Здесь в Кишневе Отдадим Приднестровье Украине Взамен Я не понимаю Что они там Хотят у украинцев Забрать Буковину И Южном Безаре Но это смешно Никто им отдавать Этого не будет Вот Поэтому вот Это все оттуда берется Я часто думал еще Знаете Вот я хочу Напомнить одну вещь Наверное Очень многие телезрители Не знают Но я действительно 30 лет пишу О Приднестровском Урегулировании Я никогда не забуду 99-й год Когда у меня Папкин Бывший посол Поконный Царство ему небесное Пригласил на переговоры Посол России И знаете что там обсуждали Там обсуждали о том Что все министры Из Приднестровья Получат кабинеты В правительстве Молдовы И будут занимать посты Первые Это обсуждалось Эта бумага Уже была готова Это было до прихода Воронина к власти И вот той Как бы Которые вещи Которые я не поддержала У меня многие Закружения Воронина Не понимали Почему я не хочу В этом участвовать Я сказал Помнишь Роберт Эту знаменитую историю Когда разругались дрызги И пришлось звать Козака Умолять Путина Пошлите Козака Чтобы сломать Этого Смирнова И заставить И что мы сделали Мы все это дело Подписали Потом зашел Посол вечером И Смирнов В тот вечер Из Митине Пил коньяк Хотя ему нельзя было У него была болезнь За счет того Что с него это свалилось Когда ему Лицкая Сказала что все Воронин не подписал Радости выше не было И вот мы до сих пор Трепыхаемся В этом всем Понимаете Будем мы дальше Трепыхаться в этом Или мы Действительно Сможем понять Что на том берегу Живут такие же люди Как мы Так же гуляют На куматрехе И свадьбы С таким же менталитетом Но просто они Немножко по другому Думают И ничего в этом страшного Нет Я когда спросил Забыла друга Который проработал 20 лет в Штатах И говорю Знаешь что тебе нравится В Америке А он говорит Потому что Вашингтон Никогда не может Полезть в какой-нибудь Штат У них там свои правила И свои законы Они быстро Руки обрубают Почему у нас Этого не может быть Почему не может Дагаузи иметь Свои деньги Свой статус И так далее И так далее Чтобы Извините меня Он Ну вы же сами ответили Сейчас Валерий Потому что Не заинтересованы Потому что да По поводу Приднестровья И консенсуса Этих игроков Что вы думаете Может быть Действительно Шанс сейчас появится Ну я постараюсь Коротко Да Я была бы Очень благодарна При этом Выразительно смотрю На господина Демидецкого Значит Если Посмотреть На последние Несколько интервью Действительно Очень Серьезных Экспертов Российских В том числе Например Вот я приведу Пример Чтобы не быть Голословым Недавнее интервью Было Значит Федора Лукьянова Да Это значит Научный руководитель Валдайского клуба И Главный редактор Россия в глобальной политике Он сказал То есть ему был задан вопрос Все таки В чем интерес России Вот Майя Григорьевна мучается Вопросом Россия что-то здесь замышляет Да Значит Был Такой месседж Подан То есть это не было утверждения Это как бы Знаете Вот Иногда через экспертов Та или иная Власть подает Значит Какие-то сигналы Значит Есть Какая-то принципиальная Общая Я так предполагаю Договоренность Между Брюсселем И Москвой По поводу Что Значит Надо решить Здесь вопрос Чтобы этот Очаг Раздражения Был потушен Чтобы здесь не было Вот этого Замороженного конфликта И всех остальных Молдова Пусть сама Дальше разбирается Наша задача сейчас Урегулировать Этот вопрос Без урегулирования Приднестровского Так сказать Конфликта Это делать Невозможно Значит Без России Это сделать Невозможно Я думаю Что следующий шаг Который будет Это будет Разруливание Процессов Непосредственно С Приднестровем Если мы знаем Очень мало О визите Господина Козака В Тирасполь Значит Там решались Очень серьезные Вопросы Иначе бы Были бы Речи Фанфары Все остальное Посещение Бендерской крепости Коньяк Этого всего не было Не было Потому что Потому что Наверное Пьют горькую Бендерская крепость была Они заседали В ресторане Бастион Но действительно Прессе там были Вы могу сказать Что прессе Были не рады И пришлось Дипломатам Предпринимать Многие усилия Для того Чтобы это сказать Поставить Сказать Что ребята Извините Но у нас демократия И пресса должна быть Маленькая ремарка И здесь Очень важно Я просто повторяю Знаете Как говорится В одну и ту же точку Что очень важно Чтобы не были Политические заявления Деланные Провокационные Со стороны Нынешней И исполнительной Власти Ну Ну как бы Знаешь Когда граблями По голове Постоянно ударяют Надо все-таки В один момент Понять Что Виноваты не грабли А тот Кто на них наступает Вот Очень важно Чтобы Как говорится Я не знаю В пустоту Призыв Но Есть куча экспертов Вокруг нашей власти Сейчас новых Как говорится И новых старых Вот Они надеюсь Все-таки Что-нибудь Разумительное В этом ключе Порекомендую Времени остается Очень мало Я хотела Поговорить по поводу Судьбы Демократической партии Не знаю Если не помянуть Вот буквально Вам Выпрошу У режиссера Сейчас Потому что Сейчас разговоры Идут Одни хотят Ее запретить Даже буквально Как источник Всего зла Да Вот Это было эмоциональное Заявление И отдельного Эксперта Функциональное Но Как говорят Наши Новые Руководители Только по закону А с демократами Это что делать? А? С демократами Говорю Что делать? Ну они попадают В общее число Надо посмотреть Что там останется Особого подхода У нас же Какой менталитет В республике Победила партия Сразу Растут ряды Ее сторонников Ушла партия Свадьба в Малиновке Да Поэтому Вот Сегодня Как раз Наступил Час истины Поэтому я считаю Нужно действительно Посмотреть По-настоящему Посмотреть Потому что Я многое знаю Об этих партиях Я знаю Как составляют Эти списки Знаю Как их подают Министерство юстиции Задии приехали После программы Да Было такое Дмитрий Георгиевич Волнуется За эту партию Я честно говоря Я сейчас говорю Безьерничать Яков Это полное основание Потому что Он Один из тех Кто основывал Эту партию И поэтому Непонятно Почему это происходит И в субботу Они будут собираться Вот вы как Если про партию Значит надо На мой взгляд Корица Мухи отдельно Котлеты отдельно Есть руководители Партии И у которых Как говорится Есть по всей вероятности Проблемы с законом И здесь уже Не охоту на ведьм А юридическим Правомерным путем Необходимо Обосновывать А не заявлять Вот с трибун Что вот мы знаем Что вы Это клевета Если эти люди На которых Эту клевету Сейчас набрасывают Подойдут В ЕСПЧ И потом выиграют Это будет Полный урон Этих вещей Допускать нельзя Есть основания Докажи Есть основания Посади Это про руководителей Про простых Я хочу сказать Я хочу сказать Что мне кажется Что рубиконом Для этой партии Станут местные выборы Из 800 Примарей Молдовы Под демократами 700 Где-то так Да? Да Очень много Это нельзя сказать Что это партия Фейковая Да? Вот она ничего Из себя не представляет Вот мы посмотрим Как люди за них проголосуют Если люди за них На выборах Проголосуют По-честному Да Учитывая Вот эту вот Всю нашу сейчас Грызню Которая вокруг этого идет Медийная и личная Там То значит И они имеют на это право Потому что Надо опять же Я хочу вспомнить За тобой придут Потом То есть Если ты Обвинял Предыдущих В том Что они поступали Плохо И ты хочешь поступать Точно так же Не по закону А по Извиняюсь Беспределу По понятиям Как говорят Это Это проблема Спасибо Коротко Более 40 партий В парламент Стабильно проходит Только 3-4 Значит все остальные Извините меня Создаются Как в знаменитом фильме Выбор Про выборы Да? День выборов Да? Создаются как спойлер И мы знаем всех этих спойлеров Да? Великолепно Много для партий Некоторые платят нам 5-10 тысяч долларов В месяц И они существуют Очень хорошо Что эти партии Сейчас засветились Вот сейчас просто Знаете как лакмусная бумажка Все поняли Кто бросил Насчет демократической партии Если она пойдет по лекалам Который предлагает Дмитрий Дьяков Да? Да? Она имеет шанс Удержаться И остаться На политическом поле Но если она продолжит Оставаться Орудием Которые Проротили Орудием Интересов Одного человека Да? А сейчас Она может превратиться В орудие мести Этого человека За то что Его выдавили Из политики У нее тогда Будущего нет Я благодарю вас Время совсем вышло Что ж Мне кажется Что разговор у нас Получился интересный И телезрители Имели возможность Услышать Ваши мысли То что вы думаете По поводу Новой власти И того что в принципе Нас всех ожидает Спасибо вам большое Вы смотрели программу Полюс Я желаю вам всего самого доброго И доброго вечера Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова